Все школы оборудованы Wi-Fi роутерами, интерактивными панелями, необходимыми компьютерными классами. И вся техника полностью соответствует требованиям СанПин. Во всех устройствах присутствуют жидкокристаллические экраны, которые не создают вредных излучений, а также они настолько яркие, что возможно проводить занятия при нормальном освещении, не прибегая к дополнительному затемнению. И если у вас возникли вопросы, на которые необходимо сейчас уже дать ответ, я прошу зафиксировать их в чате, дабы дальше передать слово Наталье Викторовне. Итак, добрый день. Меня зовут Колесников Наталья Викторовна. Я работаю учителем начальных классов в школу номер 508. Работаю в здании номер 1, это элеваторная, дом 4, корпус 2. Сейчас у меня 4-й А-класс. Я расскажу о возможностях Московской электронной школы, которая открывает эта школа для учащегося. Когда, создавая свой аккаунт Московской электронной школы, каждый родитель имеет возможность, а на данном этапе обязан, потому что есть необходимость, создать аккаунт и для своего ребенка. Дело в том, что в случае перехода на дистанционное обучение, на дистанционный урок, ребенок войдет только при одном условии. Если у него собственный аккаунт с родительского аккаунта, он зайти не может. Итак, какие же возможности открываются перед ребенком? Входя в свой аккаунт, ребенок видит прежде всего, он может посмотреть дневник, познакомиться со своим дневником, где будут все предметы, выделить отдельно домашнее задание, посмотреть домашнее задание по каждому, увидеть дневник, выделить, посмотреть отдельно домашнее задание по каждому из предметов, оценить свои достижения будут все оценки. Можно выбрать их по дате, можно их выбрать по периоду, можно выбрать их попредметно. Отслеживается посещаемость и отслеживается расписание. Расписание дается ребенку, ребенок у него всегда под рукой, учитывая, что дети сейчас активно пользуются гаджетами, вся эта информация у них будет всегда под рукой. Есть архив дневника, где и ребенок, и родители могут посмотреть оценки прошлых лет. Кроме этого, существует библиотека МЭШ, в которой находится огромное количество электронных материалов, где ребенок может провести самодиагностику. Вот я открываю за ученика Сташкина Александра, ученика четвертого класса. Он в любой момент может пройти тест, тестирование и оценить уровень своих знаний. Кроме этого, каждый учитель имеет возможность разместить там свои материалы, правда, которые проходят очень строгую модерацию, но я могу показать свои материалы по основам мировых религиозных культур. Это тесты, это видео, которое ребенок может посмотреть к заданиям, к уроку. Вот у меня и открыла основу мировых религиозных культур. Это видео о Торе, это видео, допустим, о какой устроен мусульманский храм, притчи, мечеть, купол Баскалы. Имеет возможность сделать тестирование. Тестирование, зачастую учитель передает, задает электронное домашнее задание, это будет в виде тестирования. И я открыла тест, который я предлагаю ребятам. Это тест по священным сооружениям. Ну, вот пока стояло, к сожалению, прошло время. Но здесь размещается огромное количество материалов по всем предметам. Выбор осуществляется очень легко. Вверху можно написать предмет, установить какой класс. И дальше выбор может осуществляться дополнительно по предметам. С левой стороны есть возможность выбора. Кроме этого, можно выбрать сценарий ли это урок, видеоурок, самодиагностика, тесты, учебники, загруженные электронные учебники. Все очень удобно, очень компактно и быстро находится. Вот очень интересное задание дети выполняют на уроках. Это может быть, обратите внимание, все двигается, все активно. Ребенку работать в таком формате очень интересно. Особенно интересен будет такой формат для малышей. Сейчас я открыла как информацию. Я выбрала первый класс. И у меня вышло огромное количество различных заданий, различных уроков уже для первоклассников. Посмотрите, как интересно ребенку будет работать, допустим, над составом слова. Задание – соедините числа с домика так, чтобы в сумме получилось указано на крышечисло. И ребенок начинает работать, он передвигает. У него есть возможность всегда в случае ошибки переделать это задание. Допустим, проверяем, и получается неправильно. Да, переделай, сделай еще раз. То есть работать в таком формате малышам интересно, и это всегда доступно. Это находится дома, на собственном компьютере, и доступно в любое время дня. Я рассказала о возможности электронного журнала для учащихся начальных классов, для учащихся. Еще раз напоминаю, что у каждого ребенка свой аккаунт должен быть обязательно.